Бонусная лекция сегодня. На самом деле ее обычно нет в курсе. Давно хотел ее добавить. Спасибо тем, кто попросил. Поговорим сегодня про SLAM. Это на самом деле один из самых горячих топиков в робототехнике. Сейчас все этим занимаются уже лет, наверное, 30 последние. И вот занимаются до сих пор. Статей выходит миллионы каждый год на всех топовых конференциях. Есть какие-нибудь доклады, статьи про SLAM. Всем очень интересно. Но при этом надо понимать, что эти методы не всегда применимы во всех беспилотных автомобилях. В большинстве, например, SLAM до сих пор не используется, потому что мы всегда ищем простой путь. Если мы можем построить SLAM, это Simultaneous Localization and Mapping. Сейчас про это поговорим. Когда мы одновременно локализируемся и строим карту, мы с вами рассматривали алгоритмы, как это делать отдельно. Вот здесь хотим решать одновременно. Ну и, естественно, это всегда сложнее и, как правило, проигрывает по точности просто локализация, когда уже есть готовая карта. Поэтому, если мы можем построить готовую карту, мы все-таки стараемся ее строить заранее готовую. Так, например, происходит с беспилотными автомобилями, когда картируют сначала все, что могут, а потом уже локализируются. Просто потому что это проще. Но есть компании и стартапы, которые пытаются решать даже в сфере беспилотных автомобилей задачу SLAM. Да, это напоминание того, о чем мы говорили весь курс. Некая простая, упрощенная схема управления колесным роботом. И вот раньше мы рассматривали задачу локализации и картирования как две отдельные задачи. Сегодня попробуем их объединить. Это и называется SLAM. Поговорим, как всегда, про определение и постановку задачи. Потом поговорим, какие бывают SLAM-алгоритмы. И очень коротко поговорим про три конкретных алгоритма. Не будем лезть глубоко в математику. Моя задача скорее, чтобы вы поняли, какие предпосылки и основные идеи лежат в основе каждого алгоритма. И, к сожалению, рассказать про них в рамках одной лекции невозможно. Там действительно много внутри математики. Но она вся, в принципе, понятна. Мы кусочками ее постараемся посмотреть. Вот основное, чтобы вы поняли, какие алгоритмы вообще бывают. Значит, еще раз SLAM. Это Simultaneous Localization and Mapping. Это группа методов, когда мы хотим строить карту в неизвестном пространстве. Или у нас уже есть карта, но мы хотим ее обновлять, пока наш робот ездит по этому пространству. И одновременно с этим хотим определять положение робота на построенной карте. И вот здесь такой пример исторический. И это действительно то, как развивались. Это робот-пылесос у нас нарисован. Первые роботы-пылесосы ездили стахастически. То есть они просто случайным образом выбирали направление, поворачивались на какой-то угол и убирали квартиру. И это даже преподносилось как некий плюс, что, мол, если мы ездим стахастически, мы лучше уберем. Потому что мы с какой-то вероятностью заедем в каждый уголок и так далее. То есть был такой маркетинговый трюк, когда продавали роботов-пылесосов, преподносили недостаток как достоинство. Вот. Современные роботы-пылесосы не все, но уже даже в средней ценовой категории используют слэм-алгоритмы. То есть когда мы приносим робота в свою квартиру, естественно, заранее карту нашей квартиры он не знает. И у разработчика робота нет никакой возможности заранее заслать его в нашу квартиру, чтобы обзавестись ее картой. Поэтому роботы-пылесосы вынуждены эту строить карту на ходу. В разных современных роботах-пылесосах можно классно, интересно на телефоне следить, как эта карта строится, как она обновляется. Вот там применяются слэм-алгоритмы, о которых сегодня будем говорить. Но это, естественно, не единственное применение. Посмотрим просто маленький пример, чтобы понять, как это все выглядит. Вот у нас синяя стрелка – это робот, желтая – это его траектория. И вот он, когда стартовал, у него не было никакой карты. Дальше он начинает ездить и эту карту строить. Видно, что он ее по какому-то алгоритму умеет забывать. Это все специальные надстройки над слэм-алгоритмами, которые должны работать продолжительное время, чтобы у нас память не забивалась, еще что-то. Ну вот здесь мы строим карты проходимости. Про них говорили в нашем курсе. Здесь белым – проходимая зона, черным – препятствия, серым – зоны, которые с какой-то вероятностью являются препятствиями, но мы до конца не уверены. Вот примерно так может выглядеть слэм-алгоритм, когда у нас есть планарный лидар, то есть мы в плоскости что-то измеряем, расстояние до препятствий, и вот строим карту. И одновременно на ней находим свое положение. Формальная постановка достаточно простая. Есть вход. Вход у нас – это история применяемых сигналов управления, то есть то, куда мы говорим своему роботу ехать, и измерение датчиков. Под измерениями помним, что может пониматься что угодно, сканы лидара, изображения с камер, и то, и то одновременно. В общем, любая комбинация сенсорной информации, которую мы своего робота оснастили. И определять мы хотим текущее положение робота и карту. Здесь стоит оговориться, что часто различают онлайн и офлайн слэм. Оффлайн слэм еще называют иногда фулл слэм проблемой, то есть полный слэм. Вот на прошлом слайде мы сказали, что хотим определять положение робота в момент времени T, ну и собственно карту максимально точную, которую мы можем построить к этому моменту времени. Это онлайн слэм, то есть когда робот ездит по пространству, и нам в каждый момент времени нужно знать, как выглядит карта и где на ней робот. Оффлайн слэм или полный слэм – это когда можно себе это представлять, как будто мы уже поездили по пространству, записали все данные, и уже потом, имея все данные, пытаемся построить карту и определить в прошлом, по какой траектории на этой карте ездил наш робот. На самом деле все практически алгоритмы, они из полной проблемы или оффлайн проблемы трансформируются в онлайн, поэтому часто их между собой заменяют. Просто стоит знать, что такое есть, но все алгоритмы, которые мы будем рассматривать, они применимы в обоих сценариях. Поэтому, может быть, где-то будут у нас проскакивать обозначения, чуть-чуть вводящие в заблуждение. Иногда мы будем с онлайн на оффлайн переключаться или обратно. В общем, не обращайте внимания, просто знайте, что любой алгоритм, по крайней мере, из тех, которые мы рассматриваем, из простых и базовых, они для обоих постановок применимы. Мы помним, что мы весь курс практически говорили про вероятностную робототехнику. В случае вероятностной постановки, я думаю, вы уже должны узнавать все эти обозначения. Когда мы говорили про локализацию, у нас был такой же слайд, только карта была справа от черты. То есть мы определяли вероятностное распределение положения робота при условии наличия карты, измерений и управляющих сигналов. Теперь карта у нас перебралась в левую сторону, мы одновременно хотим совместное распределение оценивать, пост робота и карты. И даны у нас измерения и управляющие сигналы. Ну и здесь мы помним, что управляющие сигналы мы часто заменяем адометрией, то есть мы не просто знаем, что мы говорили роботу делать, а уже получили некую обратную связь от робота, насколько он в пространстве передвинулся. Как правило, это более точная информация. Но могут здесь и действительно управляющие сигналы быть, то есть скорость, линейная, угловая, которую мы роботу передаем. Если мы никакой обратной связи от датчиков движения получить не можем, у нас нет инкодеров, иммерциальной системы и прочего. Также стоит вспомнить, нам сегодня это понадобится, что локализацию мы представляли как скрытый марковский процесс, то есть у нас серым помечены здесь величины, которые мы напрямую измерять не можем, но хотим. И есть наблюдаемые процессы, помеченные белым, которые нам известны, и мы можем их наблюдать, можем их как-то измерить. То есть управляющий сигнал мы знаем, потому что их генерируем мы сами. Измерения мы получаем с помощью сенсоров. Карта у нас была известна в случае локализации. В случае SLAM понятно, что у нас теперь карта – это тоже некий скрытый процесс. Мы напрямую карту никак не можем строить, измерять, но у нас есть измерение датчиков, которые с ней как-то связаны. Они на самом деле производятся этой картой. Можно так себе это представлять. Вот. Ну и, собственно, виды SLAM-алгоритмов. Здесь стоит оговориться, опять же, что мы будем сильно полагаться сегодня на лекцию по локализации. Будем вспоминать какие-то вещи, стараться, чтобы совсем не было тяжело. Но подразумевается, что вы уже что-то знаете о фильтре Калмана, фильтре частиц и так далее. Ну и SLAM-алгоритмы можно условно разделить на три группы. Бывают SLAM-алгоритмы, так как ими занимаются 30 лет очень плотно, выбивающиеся из этой классификации, чего только для SLAM не придумали применять. Но в основном и классически у нас бывают три вида SLAM-алгоритмов. У нас бывают SLAM-алгоритмы на основе фильтра Калмана. Здесь вот написан расширенный фильтр Калмана, да, SLAM на основе расширенного фильтра Калмана. И еще два страшных обозначения. И это SLAM на основе так называемого информационного фильтра и SPARSE информационного фильтра. Мы такое не рассматривали, но сегодня чуть-чуть про информационный фильтр поговорим, станет понятно, что это такое. Это просто еще один вид фильтров, который может применяться для оценки состояния какой-то системы, так же, как фильтр Калмана, просто чуть-чуть по-другому выглядит. Ну и, собственно, с помощью этого фильтра тоже можно делать SLAM-алгоритмы. Ну и на основе фильтра частиц тоже мы помним, что такое фильтр частиц. Бывают разные сложные вот здесь SLAMы. Они в основном отличаются тем, как мы генерируем гипотезы в своей модели движения. Но мы сегодня базовые тоже посмотрим. И бывают SLAMы на основе графовой оптимизации. Мы с вами про это не говорили, кажется, но алгоритмы локализации тоже бывают не только из вероятностной робототехники, бывают построены на оптимизации. Мы условно представляем, что у нас каждое измерение и адометрия формируют некий граф. В этом графе появляются ошибки, потому что у нас есть ошибка передвижения, есть ошибка измерения. Мы можем как-то эти ошибки соотнести. Например, по адометрии мы должны быть здесь, а измерение нам показывает, что лучше всего наше положение описывалось бы такими-то координатами. И зная вот это расхождение, мы можем представить это как граф и это оптимизировать. То же самое может использоваться в SLAM-алгоритмах, только мы еще в граф добавляем, по сути, карту, чтобы и ее оптимизировать. Вот. Ну, знаете, что бывают еще такие алгоритмы, как локализация, так и SLAM. Вот. Ну и наша задача сегодня посмотреть на самые простые реализации SLAM-алгоритмов. из каждой из этих групп. То есть мы посмотрим три алгоритма, очень поверхностно, на уровне базовых идей. Вот. Ну и начнем мы с ИКФ SLAM-а, то есть SLAM на основе расширенного фильтра Калмана, Extended Kalman Filter. Попробуем про него поговорить. Собственно, мы одновременно теперь будем оценивать и позу робота, и положение ориентиров в пространстве. Мы считаем, что нам даны уже ассоциации между ориентирами, то есть у нас какой-то есть алгоритм где-то вне рамок нашего обсуждения, который умеет детектировать что-то в пространстве и как-то сопоставлять. Мы тоже в курсе много раз про это говорили, что, например, у нас есть тот самый избитый нами детектор деревьев. Он может детектировать дерево на изображении и отличить одно дерево от другого. То есть он присваивает дереву дескриптор, говорит, это дерево 1, это дерево 2, между ними мы можем различать по их какому-то дескриптору. Мы считаем, что это у нас есть где-то, где-то работает на нашем роботе, и нам в алгоритм SLAM уже приходят ассоциации, что на этом кадре я детектировал дерево 1 и дерево 3 на таких-то координатах под таким-то, например, углом. Вот. Вектор состояния в этом случае, помним, что у нас в фильтре Калмана есть вектор состояния, описывающий состояние нашей системы. Он состоит из координат робота. Если мы движемся на плоскости, то это x, y и угол нашего хеддинга, то есть просто угол ориентации робота. И дополнительно в этом векторе состояния у нас появляются описания вот тех самых ориентиров в пространстве, которые мы детектируем. Например, у нас, опять же, плоскость, и каждый ориентир задается двумя координатами – x и y, просто на плоскости. Это тоже похоже на то, как у вас было в фильтре частиц во втором домашнем задании, там были какие-то ориентиры на карте, они просто задавались своими двумя координатами. Мы считали, что умеем их как-то детектировать и по ним локализироваться. Здесь мы хотим одновременно еще и оценивать их положение. Конечно, здесь и робот может быть, может жить в каком угодно, в трехмерном пространстве, да, у нас тогда будут три координаты, три угла поворота, и ориентиры могут описываться большим количеством параметров. То есть это все опционально, зависит от нашего робота, от наших сенсоров, от наших ориентиров, которые мы детектируем. Но это вот самый простой случай. Ну и на самом деле дальше здесь магии никакой нет. Вспомним, как устроен фильтр Калмана. Собственно, его и будем применять. Правда, расширенный, тоже про него вспомним. Помним, что в фильтре Калмана у нас есть два шага. Есть шаг предсказания, когда у нас есть наш вектор состояния из предыдущего шага, оцененный на предыдущем шаге. Мы к нему применяем нашу матрицу движения и применяем управляющие сигналы, тоже умноженные на матрицу, которая позволяет нам управляющие сигналы перевести как-то в координаты, например, если мы оцениваем координаты робота. И то же самое применяем к нашей матрице ковариации, потому что состояние системы у нас дается не только вектором состояния, но и матрицей ковариации. Мы не только знаем некие мат-ожидания наших параметров, но и их среднеквадратичные отклонения или дисперсии и ковариации в случае соседних параметров. И второй шаг – коррекция. Мы считаем К, коэффициент усиления Калмана или Калман-гейн, и используем его как некий вес для разницы наших предсказанных измерений с помощью матрицы измерения H и реальных измерений, которые мы получили. Мы считаем между ними невязку, разницу, умножаем на нашу матрицу К, на наш коэффициент усиления и прибавляем к нашей оценке. Оцениваем скорректированное состояние нашей системы. И то же самое применяем к матрице ковариации. В расширенном фильтре Калмана, тоже, надеюсь, вы помните, происходит ровно все то же самое, только теперь у нас система стала нелинейной. Классический фильтр Калмана применяется к линейным системам. Расширенный позволяет справиться с нелинейностью. Ну и, конечно, если мы оцениваем углы, у нас сразу вот здесь в матрице F появляются тригонометрические функции, наша система перестает быть линейной, мы должны как-то с нелинейностью жить. Ну и все, что делает расширенный фильтр Калмана, он нам вот здесь вот это все, модель движения заменяет некой функцией нелинейной, модель измерения тоже заменяет функцией H нелинейной и говорит, что будем линеаризировать эти функции в точке с помощью Тейлора. Вот мы тут считаем, появляются якобианы, так как у нас многомерный случай, и мы, собственно, их применяем вот здесь. Но в целом идея абсолютно та же, просто теперь у нас система нелинейная, мы должны как-то с этим бороться. Ну вот и, собственно, расширенный слэм на основе расширенного фильтра Калмана просто использует расширенный фильтр Калмана. Только теперь у нас вектор состояния системы – это координаты робота и координаты ориентиров. И матрица ковыриации принимает у нас вот такой страшный вид. Здесь одна матрица, вот эта слева вверху, это ковыриации наших параметров координат робота, синяя – это ковыриации наших ориентиров, а вот это взаимные ковыриации ориентиров и координат робота. Ну, в совсем упрощенном виде это выглядит вот так. Мы эту матрицу собираем из матрицы ковыриации, которая была у нас раньше для робота, из матрицы ковыриации, которая есть у нас для ориентиров, и вот здесь взаимные ковыриации. Вот. И на самом деле здесь особо больше сказать нечего. К сожалению, мы не рассмотрим конкретный пример. Если останется время, в чем я сомневаюсь, можем посмотреть. У меня есть презентация про конкретный пример. Но идея достаточно простая. Сложности здесь возникают только на уровне ассоциаций. То, что мы сказали вначале, что где-то мы должны уметь сопоставлять наши ориентиры. И сложности возникают с тем, что вот этот вектор и эта матрица вообще-то имеют переменную размерность на каждом шаге. Потому что мы можем ехать, можем задетектировать новый ориентир, которого у нас здесь не было. Мы его, конечно, должны в этот вектор добавить. Соответственно, и в матрице ковыриации должны его добавить. И в продвинутых слоям алгоритмах мы еще что-то иногда выкидываем. Потому что понятно, что если у нас ориентиров очень многое, например, это какие-нибудь особые точки на изображении, то эта матрица и вектор могут бесконечно расти, особенно если наш робот непрерывно ездит по пространству. И в какой-то момент это все перестанет у нас влезать в память, мы перестанем это считать в режиме реального времени. Поэтому еще добавляют сюда всякие юристики, чтобы это все уменьшать. Например, если мы не видели ориентир последние 5 секунд, мы его выкидываем. Что значит выкидываем? Это значит, что мы его убираем из своего вектора состояния из матрицы, но при этом где-то уже в какой-то карте мы сохранили последнюю для него оценку. То есть мы ездили, наблюдали его много раз. С помощью фильтра Калмана у нас эта оценка улучшалась, улучшалась. И в какой-то момент мы решили, что мы уже далеко от него, больше его не увидим. Мы просто записали его, то есть его мат ожидания и его дисперсию на нашу карту. И больше считаем, что его не обновляем. Если мы вернемся в это положение, нам опять же нужен какой-то алгоритм, чтобы понять, что это тот ориентир, который мы уже видели. Это обычно называется loop closing. Мы еще пару раз сегодня про него вспомним. Но в целом базово это обычный фильтр Калмана с дополнительными наворотами, чтобы работать с переменными размерностями. При этом очевидно на самом деле, что на шаге предсказания мы обновляем только вот эту часть матрицы и вот эту часть нашего вектора. То есть на шаге предсказания мы с нашими ориентирами ничего не делаем. Мы обновляем только положение робота. А вот на шаге уже correction. Мы должны обновить все, что поступило от сенсоров. Ну и это, соответственно, наше лампо. Вот. Чуть-чуть поговорим в двух словах про свойства этого алгоритма. Он имеет кубическую сложность от размерности измерения. Сейчас будет следующий слайд про сложность. У него квадратичная сложность по памяти. Он практически невычислим для больших карт. Это и стало основным триггером для того, чтобы появились последующие алгоритмы, потому что вот такой EKEF SLAM это исторически первый SLAM-алгоритм, который был придуман когда-то в 90-е, кажется, или в 80-е, в конце 80-х. Ну и, собственно, сложность основная с ним заключалась в том, что он для больших карт разрастался и становился неприменим. Ну и здесь еще как минус часто выделяют, что при продолжительном картировании у нас положение всех ориентиров становится скоррелированным. То есть у нас потихоньку, можно так сказать, протекают корреляции сюда. То есть вот тут пример красная точка – это робот, синие ориентиры. И вот у нас какое-нибудь первое измерение. У нас в этой матрице только на диагонали что-то есть. Вот мы поездили, понаблюдали ориентиры с разных точек, с разных углов. У нас уже вот такая матрица ковариации. Ну и когда мы особенно долго ездим, она уже вот такая. А мы, конечно, хотим, как правило, разреженные матрицы, потому что с разреженными мы можем эффективно их считать, перемножать и так далее. А с вот такими плотными матрицами это все становится математически тяжело. Вот. И это, собственно, на самом деле вот такое его поведение стало причиной появления вот на этом слайде мы видели information filter, extended information filter SLAMP. Потому что он умеет по-другому представлять ковариацию. Мы в конце сегодня лекции посмотрим, как нам это понадобится. И, собственно, у него с этими матрицами все лучше, а значит, и с математикой все сильно эффективнее. Вот. Вот некая табличка. Здесь на самом деле основное. Это вот увидеть, что здесь есть шаги. Здесь другие обозначения, я за это извиняюсь, но здесь важно просто увидеть, что у нас на шаге коррекции, measurement update он тут называется, появляется кубическая сложность от R. И R – это размерность наших ориентиров. Вот. Достаточно вычислительно тяжелый алгоритм, соответственно. Ну, давайте посмотрим примеры и на этом чуть-чуть остановимся. Я поотвечаю на вопросы с такого короткого рассказа про IKEA SLAMP. Вот. Здесь, собственно, робот ездит по среде. У него есть какой-то лазерный дальномер, очевидно. Ну и, собственно, он вот с помощью IKEA SLAMP здесь пытается построить вот границы карты. У него здесь трясутся достаточно сильно. И вот эти кубики, он пытается построить их карту. Вот. Ну, здесь не очень хорошая реализация. Видно, насколько все дрожит, трясется. Тем не менее, он автономно продолжает ездить. Но карта там туда-сюда вращается. Сложно сказать из-за чего. А вот здесь более такой модельный пример, но более наглядный, наверное. Сейчас наткнем. Собственно, вот у нас робот ездит, видит ориентиры. При каждом новом измерении у этих ориентиров меняется этот эллипс. Этот эллипс как раз задает дисперсию, то есть ковыриацию нашу, по сути. Вот. Ну и мы параллельно оцениваем собственное положение и видим, что вот этот красный эллипс – это матрица ковыриации для положения робота. Он тоже меняется. И вот видим, что когда мы видим два новых измерения, у них сначала большая ковыриация, потому что мы их увидели первый раз. У нас, естественно, есть какая-то ошибка, но чем больше измерений получаем, тем точнее становится, уменьшается ковыриация. Ну, собственно, это то, как работает фильтр Калмана. В этом случае он просто применяется одновременно и для оценки собственного положения, и для оценки положения ориентиров, то есть в этом случае построения карты. Ну и видно, что на самом деле траекторию мы получили не очень хорошую. То есть у нас ground truth – это зеленый прямоугольник, а наше оцененное положение – это вот синий прямоугольник. В целом какую-то получили, похоже на правду, но видно, что местами здесь есть большая ошибка. Но если мы будем продолжать ездить, возможно, на следующем заходе мы уже получаем лучше траекторию, потому что изначально мы помним, что у нас есть эти ориентиры, и у них уже не такие большие матрицы ковыриации, то есть мы уже больше уверены в их положении, да и в собственном. Вот. Есть ли здесь какие-нибудь вопросы? Да, у меня есть. Можно на слайд, на два слайда назад, кажется? Ну там, где матрица корреляции, там где карта и матрица корреляции. Вот это, наверное. Не, направо. Вот, да, вот это, где, да. А почему? Вот последний тезис, а почему так? Ну как бы, почему они коррелируют во время… Ну, чем больше мы ездим, тем больше не начинают коррелировать. Не могу догадаться. Ну, здесь два момента. Начну с простого. Вот почему она растет, понятно, потому что у нас матрица разрастается, да? Да, да, это ясно. А почему они начинают коррелировать, можно себе это представить так. Мы ведь видим ориентиры в разных комбинациях с разных углов обзора, ну, еще из разных положений. И если посмотреть на вот здесь математику, то у нас эта матрица ковыриации обновляется. Сейчас покажу, где это. У нас здесь есть матрица измерения и плюс еще… Сейчас. Сейчас, здесь не вижу. В общем, мы, по сути, каждый раз, когда получаем новые какие-то измерения от разных положений, у нас появляется вот эта взаимная ковыриация координат, ну, наших положений и ориентиров. То есть, условно, пока мы с какого-то положения ориентир не увидели, у нас вот в этих зеленых частях нули. Но когда мы проезжаем много раз под разными углами, у нас вот эти вот матрицы заполняются. Потому что появляется… Ну, можно себе это представлять как некая связь, опять же, как граф между позами и ориентирами. И вот когда у нас между позой и ориентиром появляется связь, и между другой позой и этим же ориентиром появляется связь, у нас вот в этой матрице ковыриации все время уменьшается количество нулевых элементов. Не знаю, насколько понятно это объясняю. Опять же, вот эта синяя часть, да, взаимная ковыриация. Если мы увидели два ориентира, ну, представим, робот с камерой. Вот если мы два ориентира увидели на одном кадре, то между ними появляется ковыриация, потому что они связаны одним измерением. Можно так себе это представлять. И по сути, чем больше ездим мы посреди, тем больше шанс, что мы под одним углом увидим эти два ориентира на одном кадре, а под другим, в другой позе увидим другие два ориентира. И они все получаются скоррелированы в связи с этим. А такие странные паттерны с чем-то связаны? Вот прям вот там квадраты какие-то получаются на правой картинке? Хороший вопрос. Я, честно говоря, думаю, что это связано с тем, как мы обходим среду. Ну, то есть там всегда получаются какие-то паттерны, но они в первую очередь обусловлены тем, как мы ездим. То есть если бы маршрут был другой, паттерн был бы другой. Но вообще, ну вот, есть очень много модификаций всяких, ну, понятно, алгоритмов просто работы с матрицами, которые эти паттерны позволяют использовать, чтобы упростить математику. Но в целом они связаны вот как раз, как мы говорим, то есть здесь связь появляется между X и Y и конкретным ориентиром только когда мы с какой-то позы этот ориентир пронаблюдали. То есть если бы мы ехали по-другому и не пронаблюдали, там бы связи не было. Ну и, соответственно, паттерн был бы другой. И то же самое между ориентирами. Появляется корреляция, если мы их наблюдаем на одном кадре, ну, по сути, на одном измерении. Если бы мы ехали и наблюдали ориентиры под такими углами, что между ними не появляется связь, если они не попадают, например, в один кадр, то здесь тоже паттерн, соответственно, был бы другой. Просто не да, какие-то больно-квадратные. Ну, может, просто такой пример. Ну, да. Спасибо. Так, ну, давайте попробуем пойти дальше. Времени у нас, на самом деле, не очень много. Вот. Второй алгоритм, соответственно, мы посмотрели алгоритм на основе фильтра Калмана, достаточно понятный, тривиальный, но там есть нюансы, то есть когда начинаешь это реализовывать. Второй алгоритм использует тоже простую идею. Мы можем построить слам на фильтре Калмана, почему бы нам его не построить на фильтре частиц? Опять же, идея схожая. Там у нас один вектор, описывающий состояние системы. Здесь у нас множество гипотез или частиц, где каждая частица – это тоже вектор состояния системы. Ну, и, соответственно, у нас теперь получается очень много, ну, не очень, просто много гипотез частиц, где каждая частица – это такой же вектор описания состояния системы. Вспомним в двух словах буквально, как работает фильтр частиц. У нас есть гипотезы. Каждая гипотеза – это некое описание системы. То есть у нас одна гипотеза говорит, что робот в таком-то положении, одна гипотеза говорит, что в таком-то положении и так далее. Мы сэмплируем нашу модель вероятностного движения. То есть это вероятностный закон, который говорит, с какой вероятностью, имея предыдущее положение и заданный наш сигнал управления, мы перейдем в ту или иную состояние, в то или иное состояние. Вот. Мы сэмплируем отсюда, получаем по количеству частиц разные смещения и применяем их к частицам. Соответственно, это облако, если оно было плотное, оно чуть-чуть разъедется, потому что каждая частица проедет чуть-чуть разное расстояние и повернется на чуть-чуть разный угол. Дальше у нас есть шаг ресэмплинга, точнее не так. Дальше у нас есть модель измерения, где мы оцениваем правдоподобие измерения. То есть мы сместили гипотезы, получили одно измерение от реальных сенсоров и для каждой гипотезы проверяем, насколько вероятно измерение или правдоподобное измерение при условии положения, где положение разное для каждой частицы. И для каждой частицы, соответственно, считаем вес. Дальше есть шаг ресэмплинга, где мы частицу берем в наше новое распределение с вероятностью пропорциональной весу. То есть частицы, у которых измерение хорошо совпало с ожидаемым измерением, у них большой вес, мы их с большей вероятностью оставим. Частицы, у которых вес маленький, мы их откинем. Ну и общее количество частиц сохраняется постоянно. Ну и где-то здесь в промежутке перед ресэмплингом мы считаем взвешенную сумму, уже оценили веса, но еще не сделали ресэмплинг, считаем взвешенную сумму этих частиц и получаем один вектор состояния, как взвешенное среднее. Это самый тривиальный алгоритм фильтра частиц, бывают более сложные, с разными модификациями, но в целом идея такая. Вот, теперь мы это будем применять для оценки и положения робота, и ориентиров, ну или карты. Что мы знаем про фильтр частиц? Мы знаем, что он вычислительно эффективен только в низкоразмерных пространствах, потому что при увеличении размерности пространства нам нужно будет больше частиц для того, чтобы его покрыть частицами. Естественно, что это все растет очень-очень плохо по экспоненте в зависимости от размерности. Ну и, естественно, у нас вот эта вещь очень потенциально высокоразмерная. То есть, если это ориентиры, это количество ориентиров, если это карта проходимости, то, ну вот, простой пример, здесь какие-то выкладки, да, что для карты 400 на 200 мы получаем 80 тысяч ячеек, и это вот такое количество комбинаций карт. То есть, чтобы вот такое количество комбинаций карт нам покрыть нашими частицами, а мы же хотим, чтобы у нас были очень разные гипотезы, очень разные частицы, чтобы мы как-то могли из них выбирать, какая наиболее вероятна, да, то, ну, нам невозможно вычислительно обрабатывать такое количество частиц. Поэтому напрямую фильтр частиц мы не можем для такой проблемы применить. У нас происходит экспоненциальный взрыв размерности, и все, это все не работает просто вычислительно. Поэтому здесь пошли дальше и придумали некую идею. Значит, мы умеем строить карту, если позы робота, ну, или траектория известна, да, мы с вами смотрели на алгоритмы картирования, они все достаточно тривиальные и простые. Если нам известны позы робота или путь робота, то карту построить легко. Поэтому что мы можем сделать, что мы хотели бы сделать? Мы будем использовать частицы только для оценки позы робота, как мы и делали в локализации, как мы и делаем вот здесь. У нас здесь только поза робота оценивается. А для каждой частицы будем строить свою карту. И вот такая факторизация или декомпозиция возможна благодаря теореме Рао Блэквелла Калмагорова. Она чуть-чуть про другое, но это одно из ее следствий. И в английской литературе, если будете смотреть лекции про слэм, это называют Рао Блэквилизэйшн, то есть тот процесс, который мы делаем с фильтром частиц, та факторизация, это вот в честь Рао Блэквелла, но в России к этим двум фамилиям еще прибавляют Калмагорова, потому что он независимо параллельно на такой же истории работал. Основная идея выражена простой формулой, если у нас есть совместная вероятность А и Б, мы можем ее факторизовать как вероятность Б при условии А на вероятность А. Ну и, собственно, в нашем случае А – это поза робота, Б – это карты, то есть мы будем вот это вычислять отдельно. Для ПА, для поз робота будем использовать фильтр частиц, а вот эту вещь будем строить так, то есть будем строить карту так, как будто А у нас уже известно. Потому что для частицы, естественно, известно ее положение. Вот. Такая идея. Собственно, вот переносим эту факторизацию на наш случай, мы решаем вот такую задачу, оцениваем вероятность положения и карты при условии измерения и сигналов управления. Это бьется на вот такую вещь. Будем оценивать, как и раньше, по сути, решать задачу локализации, а потом будем строить карту при условии, что позы как бы известны. То есть мы для каждой частицы будем считать, что эта частица и есть правильная поза робота и будем для нее строить карту. Вот. Да. Здесь стоит сказать, что мы часто вот сейчас говорим ориентиры. Понятно, что фаст слэм существует в двух, по сути, вариациях. Так же, на самом деле, как и другие алгоритмы слэма. Можем работать с ориентирами, мы про это с вами в курсе говорили, а можем работать вот с картой проходимости. Зависит от того, какой у нас сенсор и что мы умеем детектировать. Мы сейчас чуть-чуть отдельно про эти вещи здесь поговорим, но в целом стоит знать, что любой слэм может работать с ориентирами и с картой проходимости. Его нужно только чуть-чуть в плане математики поменять. Вот. Возвращаемся к нам. Значит, сейчас будем говорить про ориентиры. Значит, мы знаем, что для этой части мы будем использовать фильтр частиц, а здесь мы будем считать, что ориентиры независимы при условии заданных пост, поэтому вероятность общую для всех ориентиров будем считать как произведение для вероятности для каждого ориентира. Ну, собственно, это нам позволяет сделать предположение, что они независимы. И тогда будем, собственно, здесь вот вся хитрость. Будем использовать фильтры частиц для оценки вот этой первой части, а для оценки второй части будем применять все тот же расширенный фильтр Калмана. Только если раньше у нас был один фильтр Калмана с огромной матрицей всего, то здесь мы, по сути, заводим свой фильтр Калмана для каждого ориентира. То есть у нас структура будет дальше выглядеть вот так. У нас есть частица. Частица, как мы сказали, в себе хранит положение робота и, по сути, положение всех ориентиров, где для каждого ориентира это положение уточняется своим фильтром Калмана. Вот такая получается сложная структура. Да, тут опять у меня отпечатка. Ну, как работать с фильтром Калмана? Я думаю, все уже представляют, понимают. То есть фильтр Калмана, у нас есть положение ориентира, и мы его постоянно перевзвешиваем фильтром Калмана, пока его видим. Как только перестали видеть, перестаем обновлять этот фильтр. Опять же, это при условии, что у нас есть какой-то алгоритм восприятия, который нам позволяет один ориентир и от другого отделить. Вот. Здесь некий пример. Собственно, вот у нас несколько частиц в одном и том же пространстве. Они все в разных положениях. То есть это наша гипотеза о том, где робот. Первый шаг у нас происходит движение, да, некое. Ну, и у нас в среде здесь есть два ориентира, заданных своими тоже отожиданиями и дисперсией. Первый шаг – движение. То есть мы сдвинули каждую частицу. Видно, что каждую сдвинули чуть-чуть по-своему, потому что сэмплируем из модели движения. Дальше у нас происходит измерение, и мы задетектировали относительно робота два ориентира. Ну, и естественно, что так как у нас гипотезы разные, а измерения относительные, они попали вот здесь на разные положения в пространстве. Ну, и, собственно, мы для каждого ориентира в каждой гипотезе будем оценивать сначала вес гипотезы, а потом обновлять карту для каждой частицы, собственно, с помощью фильтра Халмана, обновляя вот эти вот гауссианы для ориентиров, которые мы увидели. Вот. Здесь есть некий алгоритм, можно на него попробовать посмотреть. Здесь написано FastSlam 1, потому что есть уже много модификаций FastSlam 2, 3, они отличаются тем, как мы генерируем гипотезы, в общем, подкапотная математика, которая действительно делает эти алгоритмы лучше и точнее, но для нас сегодня это скорее нюансы. Значит, как выглядит алгоритм? Здесь он состоит из двух частей, не вмещается на один слайд. Для всех частиц. Нам приходит новое измерение, нам приходит предыдущая оценка, ну, то есть предыдущее множество наших гипотез предыдущего шага, измерение, вектор управления. Что такое CT, я, честно говоря, сейчас даже не помню, сейчас посмотрим по алгоритму. Ну и, собственно, для каждой частицы мы сэмплируем нашу модель движения, собственно, сдвигаем. А, CT – это наблюдаемая какая-то, наблюдаемый ориентир. Интересно, чем это отличается здесь от Z. Сейчас посмотрим. Значит, для каждой частицы сэмплируем позу, как обычно. Если мы никогда нашу, наш ориентир не видели до этого, то мы должны его как-то инициализировать. Ну и, собственно, мы делаем некую инициализацию и вес частицы присваиваем некий дефолтный. Ну, то есть, какой-то, например, 1, деленный на n, где n – это количество частиц. Здесь мы вычисляем якобиан. Это все нужно для фильтра Калмана, чтобы в наш вот этот вектор это добавить. Вот. А если мы частицу эту видели, то мы выполняем полный цикл по фильтру Калмана. То есть, мы вот считаем модель измерения, считаем матрицу нашу H, обновляем дисперсию, считаем Калман-гейн, ну и обновляем положение частицы. Вот наш Калман-гейн, вот разница между предсказанным измерением и тем, которое мы реально намерили. В общем, обновляем полностью положение нашего ориентира. И считаем в конце вес частицы по некой модели измерения. Она вот здесь в конкретной форме задана. Для тех ориентиров, которые мы на этом шаге не детектировали, мы все оставляем как раньше. То есть, их средняя и дисперсия остаются неизменными с прошлого шага. И дальше делаем шаг к ресэмплингу, как в обычном фильтре частиц. То есть, у нас уже у каждой частицы есть свой вес, мы их ресэмплимем. И повторяем все по новой. То есть, это по сути фильтр Калмана, просто вставленный внутрь фильтра частиц, где этот фильтр Калмана используется вот только для ориентиров. Вот. То же самое практически происходит, если у нас не ориентиры, а карта проходимости. Мы помним, что картировать просто, если позы известны. Мы рассматривали парочку алгоритмов картирования с обратной моделью сенсора, картирования с прямой моделью сенсора. Это мы с вами на отдельной лекции смотрели. Ну и, собственно, идея такая же. Мы оцениваем положение робота для каждой частицы. И для каждой частицы, считая, что это истинное положение робота, обновляем нашу карту. Как и делали в лекции по картированию. Вот. Здесь маленькие примеры. После них попробуем пообсуждать. Здесь видно, что это частицы. Здесь, правда, облако уже схлопнулось. Вот у нас есть ориентиры. Видно, что они с реальными положениями там не очень соотносятся. Но в целом это как-то работает. Получаем оцененную траекторию, получаем примерные положения наших ориентиров. Вот. Ну и здесь видно, что сработало на самом деле не очень хорошо. У нас вот от граунд-труса мы далеко уехали. Ну вот начинаем корректироваться. Увидели этот ориентир. Видимо, вот облако расползлось. Частица-то, значит, появилась у нас большая неопределенность того, где мы находимся. Вот. Ну и она в целом не очень схлопывается. Видимо, здесь ориентиры не видны. Вот здесь пример уже с двухмерным лидаром. Поле такое реалистичное. Вот у нас ездит тоже робот. Здесь тоже видно количество голубых треков. Это трек для каждой, по сути, частицы. Ну и мы как-то обновляем карту. Это в случае, когда у нас карта проходимости. Можем ее тоже обновлять. Вот. Как-то так работает FastSlam. То есть еще раз, первая идея, которая пришла людям в голову, это использовать фильтр Калмана и запихнуть вектор состояния, в том числе ориентиры наши. Вторая идея пришла, почему бы не использовать для этого фильтр частиц. Но оказалось, что фильтр частиц требует огромной вычислительной сложности, чтобы в каждой частице отслеживать и ориентиры, и положение робота. Поэтому мы придумали умную факторизацию, применили ее и применяем фильтр частиц, опять же, только для оценки положений. Потом считаем, что каждая частица – это и есть истинное положение, и обновляем карту. Вот. Есть ли вопросы? А я правильно понял, что каждая частица в себе свою карту хранит, независимо от других, да? Да, абсолютно так. Идея, что они потом все усредняются условно. Да, да. Либо усредняются, либо мы берем самую вероятную на данном шаге частицу, ее карту считаем истиной. А вот слева это FastSlam, да? Вот сейчас на слайде. Да, тут оба FastSlam. Ну да, в смысле, я хотел спросить, это 1-0. Просто он так сильно как-то отъехал? Ну, тут никто не гарантирует, что это все сходится. На самом деле в этом большая сложность. Для разных задач порой приходится перебрать несколько алгоритмов, не все сходятся. Это правда. Ну и, собственно, поэтому-то в реальных задачах, если есть возможность построить карту заранее, ее строят. Потому что слэм по определению менее точная вещь, чем локализация на известной карте. Это, конечно, действительно плохой пример. Ну, сломые алгоритмы современные порой дают очень высокую точность. Это какой-то пример, который нашелся в интернете. Ну да, просто я когда в домашке сделал фильтр частиц, мне прям страшно стало, что типа это есть в продакшене, что он так не очень. Я ожидал, что он лучше отработает. И вот сейчас снова смотрю фильтр частиц, и снова какой-то типа трешак, хотя задача вроде прям игрушечной-игрушечной. Да, но здесь все зависит. Вот я честно, ну, в своей практике чаще применял как раз фильтр частиц. У меня про него практически диссертация. И вот, ну, фильтр частиц может работать с сантиметровой точностью на беспилотнике и на дорогах. И с повторяемостью, ну, как бы 100 из 100. Да, его иногда до такого качества сложнее довести, чем фильтр Калмана, с одной стороны. С другой стороны, в этом плане фильтр частиц, конечно, гораздо более инженерный, потому что в фильтре Калмана тебе нужно честно посчитать к вариации, и это не всегда просто. А в фильтре частиц ты просто задаешь какие-то две модельки, которые можешь, ну, как из каких-то совсем эмпирических соображений там задать. И это в целом уже как-то работает. Сейчас покажу. Ну, собственно, модель движения и модель измерения. Вот. Но здесь, да, на вкус и цвет. Есть люди, которые фанаты фильтра Калмана и утверждают, что он точнее и все такое. Есть фанаты фильтра частиц. Ну, по-хорошему надо уметь обращаться и применять и то, и то, в зависимости от задач. Вот. Ну, да, так получается, что в домашке в целом не очень... Ну, там дизайн, на самом деле, домашнее задание такое, что он не очень стабильно работает. Я все тоже хочу это исправить. Есть такая, да, проблема. Ну, и опять же, нужно понимать, что мы с вами применяем и в домашках, и здесь рассматриваем самые простые алгоритмы. Например, ну, ни в одном современном фильтре частиц, который реально используется в продакшене, ресэмплинг не делается на каждом шаге, потому что это на самом деле плохо. Мы часто теряем хорошие частицы. Ресэмплинг делается сильно реже, и тоже есть миллион методов, как его делать реже, считают некое ineффективное, которое показывает, как у нас распределены веса, и в зависимости от этого мы делаем решение, надо ли нам делать ресэмплинг или нет. И добавление даже вот этого одного простейшего шага уже, как правило, очень сильно точность фильтра частиц повышает. Кстати, тоже интересная тема для проекта. Если кому-то интересно, можно поверх второй домашки накрутить очень разных интересных модификаций фильтра частиц и сделать некое сравнительное исследование, показать, что улучшается, что нет. Со всякими модификациями, ну, достаточно понятными, я подскажу, где почитать, посмотреть. Если кому-то интересно, можно такую тему для проекта взять. Окей, давайте пойдем дальше. Времени у нас немного. Мы достаточно обзорно, как я и говорил, смотрим алгоритмы. Третий мы на самом деле посмотрим даже более обзорно, чем предыдущие два, но чуть-чуть даже посмотрим на математику. Собственно, третий слэм, который мы будем рассматривать, это графовый слэм. Идея в том, что мы все еще работаем с некой вероятностной робототехникой, мы считаем, что у нас есть ошибки и адометрии, и измерений, и они подчиняются в этом случае нормальным распределениям. Но теперь мы рассматриваем задачу локализации как некую оптимизационную задачу. Опять же, мы можем рассматривать ее в конце, когда мы построили некий граф, сейчас поговорим, что это за граф, и оптимизируем весь граф. А можем рассматривать в реалтайме, мы к графу добавляем новые линки, новые вершины и ребра, и оптимизируем тот граф, который есть на данном шаге. В общем, граф слэм, как правило, использует метод наименьших квадратов. У нас уравнений для использования этого метода в задаче граф слэма больше, чем неизвестно, и минимизируем мы, понятно, сумму квадратов ошибок. Сейчас будем разбираться, что за граф, что за ошибки. Если смотреть на это просто, граф у нас выглядит вот таким образом. У нас есть перемещение робота, и есть одометрия, которая нам об этом перемещении говорит. Она нам говорит, что из позы х0 в позу х1 мы сдвинулись на столько метров, повернулись на столько градусов. Мы можем представить эту связь в виде вершин, где вершин – это позы робота, ну и ребра, которая нам говорит об этом перемещении. Ну и, естественно, мы говорим, что это все не точно, поэтому ребро задается еще на самом деле дисперсией, матрицей, ковыриацией. И тут такие же ребра нам добавляют измерения. Например, мы можем видеть один ориентир из разных поз робота, ну и, соответственно, мы можем между этими позами робота добавить дополнительную связь в этот граф, дополнительное ребро, пересчитав положение робота из х1 в х3 через ориентир. Это может звучать не очень понятно, но представим, что у нас есть, опять же, изображение. Мы на изображении видим под одним углом здание и под другим углом здание. Из фотограмметрии, из компьютерного зрения, зная, что это одно и то же здание, умея его сопоставлять, мы можем оценить перемещение и поворот камеры, используя два этих изображений. Не знаю, сталкиваюсь ли вы когда-нибудь в курс по компьютер vision, но поверьте, что это возможно. Для этого необходимо в общем случае сопоставить пять точек на изображении. Если мы точно знаем, что на этом изображении пять точек соответствует пяти точкам на другом изображении, мы можем восстановить полную матрицу перемещения камеры при условии заданной калибровки. Правда, то есть нам нужно с масштабом как-то разобраться еще. Это возможно. Ну и, соответственно, когда мы наблюдаем один ориентир из одного положения робота, из другого, мы можем между ними провести дополнительную связь, пересчитав относительное смещение между этими двумя позами. Так, собственно, строится этот граф. Сейчас будем потихоньку с этим пытаться разбираться, но достаточно поверхностей на самом деле. У нас в этом графе каждая вершина, как мы сказали, это поза робота, плюс некое измерение, которое мы делаем в этой вершине. Каждое ребро – это пространственное ограничение, то есть движение робота, либо виртуальное ограничение. Сейчас мы про это поговорим. И еще мы здесь, как и в предыдущих, на самом деле, слэмах это умеют делать, есть дополнительные модификации, так и здесь особенно актуально. У нас есть loop closing. Это когда мы проезжаем, например, квадрат, и вот там, где мы начинали уголок, там левый, нижний, например, мы в него приехали снова. В этом случае у нас есть, как правило, дополнительный алгоритм, который умеет детектировать, что мы здесь уже были, и, естественно, связывать, вот, например, если мы проехали по кругу, да, мы можем связать последнюю позу с первой. Это накладывает дополнительное ребро в наш граф, и, естественно, это хорошо для оптимизации. Когда мы захотим это оптимизировать, loop closing дает нам достаточно сильные преимущества в этом смысле, потому что у нас становится граф связанный, становятся связанными позы, которые находятся далеко друг от друга во времени, и все это оптимизируется лучше. Вот. Очень часто приводят аналогию, которая помогает понимать, что делает граф слэм. Значит, он оптимизирует граф, который мы получаем, уменьшая среднеквадратичную ошибку вот наших ограничений. Ограничения – это ребра. Можно представить, что вот у нас каждое ребро – это пружинка, и мы можем эти пружины растягивать или сжимать так, чтобы весь этот граф у нас к чему-то сошелся, то есть минимизировал какую-то ошибку. И иногда используют прям алгоритмы минимизации энергии какой-нибудь для оптимизации таких графов. Ну и вот здесь справа показан loop closing, то есть если у нас вот мы знаем, что робот-то едет по адометрии, едет вообще не точно, да, и у нас вот это все разошлось. Если мы поняли, что x9 – это то же положение, что x0, ну или какое-то близкое, по крайней мере, да, мы можем оценить на сколько, то мы получили еще связь вот здесь. Ну и понятно, что вот такую вещь даже интуитивно оптимизировать как-то проще, чем вот такую. У нас появляется достаточно сильное вот здесь дополнительное ограничение. Вот. Важная вещь, она в первую очередь применима граф слэм, но на самом деле, я думаю, понятно, что применима и ко всем слэм-алгоритмам. Часто в статьях или где-то, когда будете что-то дополнительно читать про слэм, слэм бьется на две такие части, выделяют фронт-энд и бэкэнд. Вот в случае граф слэма и бэкэнд – это именно уже непосредственно оптимизация графа, то есть мы построили граф и его оптимизируем. В случае EKF слэма – это, собственно, вот EKF-алгоритм уже, то есть у нас прям калман-фильтр вот здесь вот крутится. А фронт-энд – это как раз вот все те вещи, которые мы говорим, что нам кто-то дал уже, значит, готовое, но на самом-то деле в реальном роботе мы должны это реализовать, это оценка нашего перемещения, то есть адометрия какая-то, это детекция ориентиров или скана лазерного дальномера, да, это ассоциация, это самоориентиров, ну, у нас должен быть какой-то алгоритм, который говорит, это ориентир один, а это ориентир два, либо у нас есть сканы, которые мы друг с другом матчим, опять же, чтобы получить вот эту ассоциацию. То есть вот это все, все, что связано с предварительной обработкой данных, обычно выносят и называют фронт-эндом. Все, что связано уже непосредственно с оптимизацией, с вычислением, там, ковыряться, обновлением, вектор состояния, называют бэкэндом. Но в случае графа слэма, кажется, это первый слэм, в котором вот такое визуальное разделение придумали. Понятно, что здесь мы строим как-то граф, а здесь у нас уже живет какой-то оптимизатор, solver, который этот граф оптимизирует. Ну и понятно, что эти части могут независимо меняться. Мы можем взять какую-нибудь библиотеку, solver оптимизации, любую сюда подставить. Здесь можем заменить алгоритм компьютерного зрения алгоритмом работы с лидарами. В целом вот такой конструктор можем собирать. Ну и важно здесь сказать, что фронт-энд мы не будем рассматривать в этой лекции. Я надеюсь, что у вас был какой-нибудь курс по компьютер-вижнам. Вы, в принципе, представляете, что такое особые точки, не знаю, стереозрение. Ну, а, кстати, интересно, скажите, был у кого-нибудь или нет? Он, по-моему, сейчас идет в качестве курсов по выбору. Ну, типа, вот как мы проходим, так же. Понятно. Ну, а в основной программе не был ни в какой. Ну, кажется, что нет. Надо будет тогда добавить в курс еще лекцию про это, потому что про это без понимания этого иногда сложно, наверное, представлять, что я говорю. Ну, в общем, если что, задавайте вопросы, будем пытаться разобраться. Вот, значит, здесь у нас будет некое лирическое отступление. Я как раз обещал, что мы чуть-чуть поговорим про то, что такое информационный фильтр. Про это мы в лекции про локализацию не говорили, рассматривали два базовых, фильтр Калмана и фильтр частиц. Ну, вот вы теперь будете знать, что есть еще третий фильтр. В чем идея информационного фильтра? У нас есть классическое представление нормального распределения. Вот такое. Надеюсь, оно никого не пугает. Это просто гауссианы, но записанное для матриц. То есть, мю — это наш вектор, сигма — это наша матрица к вариации. Ну, и вот так записывается. Это гауссиана для многомерного, произвольно-мерного случая. Надеюсь, вас это не пугает. Что придумали люди? Они придумали, давайте будем выражать состояние нашей системы не через мат ожидания, мю и к вариацию какую-то, а через другие параметры, которые называются информационная матрица. Она на самом деле еще часто называется информационная матрица Фишера. Фишер такую вещь придумал. Обозначается сигма и является просто обратной от матрицы к вариации. И есть еще информационный вектор. Это вектор, который получается умножением вот этой матрицы к вариации обратной на нашем мат ожидания, вектор, в наше состояние. Вот. Просто другая параметризация. На самом деле ничего больше. Но идея в том, что такая параметризация дает некоторые бонусы. Сейчас про них поговорим. Вот. Здесь внизу два квадратика, показывающие разницу, как перейти из одного пространства в другое. Переход, понятно, достаточно понятный. Хотя надо признать, что вычислительно затратный, потому что расчет обратных матриц, и это вообще-то вычислительно затратная штука. В робототехнике такие штуки не любят. Вот. Собственно, зачем это вообще нужно? Вот тут еще один слайд про это. Информационный фильтр. Это фильтр Калмана просто с другой параметризацией. Зачем нам это нужно? Нужно для следующего. У нас в фильтре Калмана эффективен шаг предсказания. Он всего квадрат от размерности вектора состояния. Зато вычислительно сложный шаг коррекции. Он квадрат от вектора состояния плюс 2,4. Обычно это принято округлять в сторону трех. Ну, в общем, больше двух в любом случае. От размерности вектора измерения. Вот. А в информационном фильтре получается достаточно интересная картина. У нас теперь вычислительно сложным становится шаг предсказания. Он почти там куб, будем считать, от размерности вектора состояния. Но при этом он k, он n квадрат, точнее, извиняюсь, от размерности вектора состояния по коррекции. То есть что мы получили? У нас теперь очень эффективный шаг коррекции и не очень эффективный шаг предсказания. В фильтре Калмана было по-другому. Но теперь давайте вспомним. Мы с вами решаем задачу SLAM, где вектор состояния большой. При этом шаг предсказания мы делаем только для позы робота. Мы ничего не предсказываем для ориентиров. Мы обновляем на основе модели движения только позу робота. По сути мы вырезаем из нашей вот этой большой матрицы маленький уголочек и обновляем только для него. Поэтому мы можем себе позволить вычислить на сложный шаг предсказания. Но зато на шаге коррекции мы задействуем всю нашу огромную, весь наш огромный вектор, всю нашу огромную матрицу. Ну, по сути, вот эту всю вещь. И, конечно, мы хотим, чтобы нам было дешевле вот с этим всем работать, перемножать и так далее, чем только с вот этим кусочком желтым. Поэтому мы делаем такую параметризацию, которая называется информационный фильтр, и выигрываем очень-очень сильно в эффективности. Вот. Поэтому здесь у нас появляются слемы, вот эти дальше развития на основе фильтра Калмана. Появляется вот этот информейшн фильтр, экстендед информейшн фильтр. Это тот же фильтр Калмана, только вот с этой новой параметризацией. И появляется еще спарс информейшн фильтр, потому что оказывается, что при такой параметризации вот эта большая матрица у нас еще и получается достаточно разреженной. А для разреженных матриц мы знаем всякие эффективные алгоритмы и, собственно, это дальше используем. Вот. Мы это говорим как бы про эту часть, но при этом говоря про графовую оптимизацию, потому что у нас в графовой оптимизации сейчас появится вот эта сигма информационная матрица. И просто хочется, чтобы у вас было понимание, что это такое. Вот. Но теперь зато вы знаете еще и про информационный фильтр, и, соответственно, можете себе представить, как сделать графовую, не графовую, а слэм на основе информационного фильтра, просто применяя его напрямую. Вот. А теперь поговорим, как у нас строятся в этом вот графе еще раз линки. Здесь достаточно непростая для понимания вещь. Мы здесь будем опускать математику. Скорее хочется просто, чтобы у вас какая-то базовая идея осталась. Понятно, что когда мы просто движемся из позы И, ой, здесь опечатка на самом деле. Давайте сразу поправим. Мы движемся из позы И в позу И плюс 1, и у нас есть адометрия. Ага, поправили. У нас есть адометрия, которая нам что-то об этом перемещении говорит. Собственно, мы можем задать наше ребро в графе вот в таком виде, что это здесь такое. Это вы когда-нибудь встречались с однородными координатами? Если у вас не было курса по Computer Vision, я боюсь, что и не встречались. Никто не знает, что такое однородные координаты? Ок, видимо нет. Ну, я в это углубляться не буду. На самом деле нам сейчас это не сильно важно. Но если совсем просто, однородные координаты – это такие координаты, которые мы можем легко перейти из обычных координат, но зато они нам позволяют эффективно работать с матрицами. То есть они нам позволяют любое преобразование, а в нашем случае преобразование – это Translation плюс Rotation, то есть перемещение плюс поворот, представить в виде матрицы. И дальше мы можем эти матрицы перемножать и получать преобразование из разных систем координат. Достаточно удобная вещь. Часто в робототехнике используется, когда мы работаем с разными системами координат и так далее. Вот здесь что записано? Здесь записано просто перемещение в виде произведения двух матриц, одна из них обратная. Это перемещение из И в И плюс один. Это, собственно, вот такой линк в нашем графе, который делается на основе одометрии. То есть мы просто показания одометрии переписываем вот в таком виде, и у нас вот это ребро графа теперь задает перемещение из одной позы в другое, выраженной в однородных координатах. Второй вид, ребер, который у нас появляется в этом графе, он появляется из измерений. Здесь вот достаточно нетривиальная вещь, которую бывает сложно понять. Представим, что мы наблюдали два ориентира, в нашем случае ориентиры – это, пускай, конусы, из положения И. А потом мы наблюдали эти же два ориентира из положения G. Что мы можем сделать, зная, что это два тех же самых ориентира, и как бы сопоставивая их, мы можем получить связь, то есть ребро между положением И и G, и эти положения не обязательно последовательны, то есть не обязательно мы ехали один шаг, второй, и вот это вот они. Мы могли проехать 10 шагов, 10 инкрементов времени, увидеть те же самые ориентиры. И теперь мы можем получить в нашем графе связь между достаточно удаленными вершинами. Потому что если бы у нас были связи только между последующими вершинами, мы бы ничего соптимизировать не смогли. Смогли бы только если бы у нас сработал луп-клоузинг, это получилось бы замкнутой структурой. Но в общем случае у нас не всегда есть луп-клоузинг, поэтому мы хотим не только иметь между последовательными положениями робота какую-то связь, которая задается на модеметрии, но еще связь между непоследовательными, то есть через несколько шагов. И это вот нам позволяет сделать как раз наше измерение. То есть у нас из-за того, что мы знаем, что мы измеряем, наблюдаем одни и те же ориентиры, мы можем построить вот такую связь, связывающую непоследовательные положения робота. Для этого мы как бы виртуально переносим эти ориентиры, накладываем, и можем восстановить вот эту вот матрицу перемещения и матрицу поворота между двумя позами, которые непоследовательны. Я надеюсь, что на основе, на уровне базовой идеи вам понятно, математику у нас сегодня не было цели закапываться. Понятно на уровне базовой идеи, что произошло здесь? Ну, в целом, да. Слава Богу. Ну, я думаю, что при желании в конце будут ссылки, вы можете во все это сильно-сильно углубиться. Мы пытаемся сегодня три огромных сломо-алгоритма разобрать, за полтора часа. Вот, значит, вот какая картина у нас получается. У нас есть последовательные положения робота. Так, господи, я извиняюсь, буду на ходу здесь. А, здесь я не исправляю печатку. Ну, ничего. Значит, у нас появляется, здесь должно быть И. Есть последовательные положения робота, которые связаны, по сути, адометрией. Просто адометрии представлены в форме неких матриц, матрицы перемещения и поворота. Это вот, вот эта вещь записана. И дальше у нас появляются связи между непоследовательными положениями робота, заданные, ну, посчитанные с помощью измерений. И что у нас дальше получается? У нас получается, что это все имеет ошибку. Откуда берется ошибка? Например, мы с помощью двух адометрий можем оценить, где вот это положение G, относительно И, получить конкретные координаты, применить два вот таких преобразования и сказать, что относительно И, G должно быть там. И то же самое мы делаем с помощью вот этой процедуры, с помощью измерения. Мы посчитали, значит, вот сопоставили два ориентира и сказали, что относительно И, G должен был находиться там-то, чтобы измерить вот эти конусы там, где они есть. И эти две вещи, естественно, не совпадают, потому что адометрия имеет ошибку, измерение имеет ошибку. И мы получаем следующее. По измерению у нас робот должен быть, положение G должно быть здесь, а по вот графу нашему последовательности адометрии вот здесь. И появляется некая ошибка. Она вот в такой форме выражается. Эта ошибка, по сути, это разница между измерением и адометриями. Здесь все это записано в достаточно сложной форме в виде однородных координат. Вот эта вещь обозначает переход из однородных координат обычно обратно в наши нормальные координаты. Это все, на самом деле, нюансы, которые нас сегодня не сильно волнуют. Я уверен, что с математикой вы способны разобраться. Однородные координаты – достаточно простая концепция. Но основное – понять, откуда берется в этом графе ошибка. Берется она, потому что у нас есть два способа оценить положение робота относительно других положений робота. С помощью адометрии и с помощью измерений. И, соответственно, эти вещи не сходятся. При этом здесь нарисовано в виде, опять же, двумерной гауссианы. Измерения у нас задаются как раз измерениями, самими цифрами, каким-то вектором. И вот это информационная матрица. Это, помним, что один делить на матрицу к вариации. То есть все привычно. У нас любая величина, вероятность робототехники задается мат ожиданием и дисперсией. Просто здесь дисперсию мы превратили в матрицу информационную, просто потому что дальше с этим легко будет работать. Вот, появляются вот эти ошибки. Ну а дальше, собственно, что делает граф слэм? Он, наш этот граф, пытается каким-то образом крутить, минимизируя эти ошибки. Причем минимизирует он не просто ошибку, а квадратичную ошибку. Потому что мы помним, что мы используем метод наименьших квадратов. То есть мы это все запишем вот в такой форме. Вот у нас как раз квадраты здесь ошибок. То есть ошибка, ошибка, информационная матрица. И наша задача найти арк-минимум суммы вот этих ошибок. Ну потому что, естественно, у нас в графе вот этих невязок много-много. Сколько вот мы их построили, да? Сколько измерений сделали, сколько поз смогли вот так соединить через позу, да? Или через 10 поз, как угодно. В общем, чем больше мы ребер в наш граф добавили, тем, как правило, лучше такой граф соптимизируется. Потому что мы получаем как бы больше этих ограничений. Вот. И вот эта вещь, мы не будем, опять же, сегодня углубляться в математику. Она решается приближенно, как правило, одним из методов, которые, я тоже думаю, в каком-нибудь курсе математики, матанализа проходили. Например, методом Гаусса-Ньютона мы берем, линиеризируем функцию ошибки около нашего начального приближения. А начальное приближение у нас задано вот нашей адометрией, например. Мы линиеризуем функцию ошибки. Для этого можем использовать серию разложения Тейлора, ряд Тейлора. Считаем ее производную, приравниваем производную к нулю, решаем систему линейных уравнений и получаем новое приближение. И вот эту процедуру повторяем до сходимости. Это все обычно делается в матричной форме. Думаю, вы много линейных систем решали. В это углубляться не будем. Опять же, можно посмотреть математику. Основное здесь понять, что такое эти ошибки, откуда вот эта матрица и что это вообще за сигма, и что это оптимизационная задача. Мы ищем здесь аргумение от этого всего, чтобы найти наш граф. Собственно, граф, который получился в конце, он и является нашим оптимизированным графом. Естественно, чем больше ребер мы в него добавили с помощью наших измерений, тем лучше. Если у нас есть лук-клозинг, совсем замечательно у нас получается замкнутый граф. Такой граф вообще приятно минимизировать. Если у нас есть много ребер между непоследовательными положениями робота, тоже великолепно. Они все дают нам ошибку. И решаем мы методом наименьших квадратов. То есть мы минимизируем квадраты вот этих наших невязок ошибок. Вот. Здесь какие-то тоже примеры. Посмотреть просто, как этот граф может выглядеть. Здесь вот, значит, сейчас я могу это открыть побольше. Так видно, да? Собственно, здесь едет робот. Вот с синеньким показано его положение. Вот эти вот зеленые точки, которые становятся фиолетовыми, когда мы в первый раз увидели, это ориентиры. Собственно, вот у нас просто показаны здесь связи с ориентирами, то есть позы, из которых мы этот ориентир наблюдали. Ну, соответственно, нам это дает новые связи в граф. И вот такой граф. Ну, и он в процессе движения робота оптимизируется. То есть здесь это происходит в реальном времени. Иногда это происходит там оффлайн, когда мы уже все проехали, хотим один раз это соптимизировать. Сейчас здесь какой-то большой прыжок был. Вот когда происходит loop-клоузинг, у нас часто весь граф претерпевает большие изменения, потому что, еще раз, это сильное такое ограничение дополнительное. Вот. Оно нам позволяет весь свой предыдущий путь как-то соптимизировать. Где-то здесь был момент. Loop-клоузинг. А, вот, вот здесь. То есть мы проезжаем по месту, где мы уже были, у нас появляются новые связи, весь этот граф чуть-чуть перестраивается. Вот. Здесь где-то был еще пример в 3D. Он, правда, не очень хороший, такой весь дерганный, но, на самом деле, найти хорошие примеры было крайне сложно. Здесь уже 3D, то есть у нас облако точек лидарное, но в 3D, вот видно, как мы строим этот, вот это показывает некую камеру наблюдателя, а вот красный здесь, это положение камеры. Видно, что там тоже появляются зеленые связи. Я извиняюсь, это я не специально. Появляются зеленые связи в графе. Чем больше таких связей, тем лучше. Когда мы какие-то объекты или части карты наблюдаем с разных точек обзора, вот здесь видно, что появляются всякие связи. Ну и, собственно, весь этот граф в процессе оптимизируется. Вот. Опять же, очень поверхностно и обзорно, но главное, чтобы вам была понятна основная идея. Строим граф, в графе есть невязки, и мы методом наименьших квадратов эти невязки оптимизируем. Здесь тоже отлично видно, как работает loop closing, то есть это очень такое хорошее дополнительное ограничение. Вот сейчас, когда он приедет вот сюда, в ту позу, где он уже был, он очень сильно скорректирует накопившуюся ошибку, потому что, по сути, вот здесь мы едем, у нас есть только адометрия, потому что структура карты такая, что мы одни и те же части карты из-под разных углов обзора не наблюдаем. По сути, нам нечем корректироваться, потому что в графе не появляются вот эти дополнительные связи между не соседними положениями робота, и как только происходит loop closing, получается замкнутая связь, и мы можем весь этот кусок соптимизировать. Вот сейчас увидите, когда мы доедем вот сюда, как вот эта вот часть вся повернется намного. Вот, у нас вся часть карты повернулась, как раз потому что здесь получилась большая невязка, и наш солвер-оптимизатор ее постарался минимизировать, для этого ему понадобилось вот эти все ребра, которые были здесь в графе, чуть-чуть подтянуть. Вот. Ну и все это с методом наименьших квадратов работает только если мы предполагаем, что у нас ошибка подчиняется нормальному распределению, собственно, мы все моделируем здесь гауссианами, поэтому появляется вот эта информационная матрица, обратная матрица ковыриации. Вот. На самом деле на сегодня все. Мы чуть-чуть даже задержались. Мы не рассмотрели очень много всего про SLAM. Надеюсь, вы сможете из этого вынести основные идеи. Конечно, хотелось бы посмотреть конкретные примеры, спрашивать, если что, пришлю, где побольше почитать. Не рассмотрели очень много математики, которая лежит под капотом, не рассмотрели фронтенды, по сути, компьютерное зрение, фотограмметрию, которая часто в этом всем используется, или алгоритмы сопоставления лидарных скамов. Есть множество современных SLAM-методов, в основном, не в основном, а много визуальных, которые тоже не посмотрели. Ну и как конкретно лук-клузинг работает, тоже не посмотрели, но поняли, что это и для чего нужно. Что советую? Советую два списка SLAM-методов, один с Википедии, один на Гитхабе. Очень интересны просто списки того, какие SLAM-методы бывают. С ссылками можно начать читать статьи. Ну, собственно, вот тут и визуальные SLAM-ы, и визуальные инерциальные SLAM-ы, когда используется компьютерное зрение, инерциальная навигация, основанные на лидарах, основанные на обучении. То есть есть и Deep Learning SLAM, и Rail SLAM-ы. Бывают на мобильных телефонах SLAM-алгоритмы, часто делают и так далее. Здесь вот огромный список ссылок, можно почитать. Ну и рекомендую в очередной раз курс Кирилла Стачниса. Это один из лучших робототехников современности. Очень много в нашем курсе основано на его курсе. Это лучшее, что вообще есть в интернете по робототехнике, вероятностно. У него большой курс. Там вот все SLAM-ы, которые мы сегодня рассматривали, каждому посвящено 1-2 лекции. То есть рассмотрено очень подробно. Советую смотреть, изучать, если кому-то интересно углубляться в робототехнику. Вот. У меня на этом все. Давайте поотвечаем на вопросы, связанные с лекцией или с курсом, с домашними заданиями, с чем угодно. Можно еще разок? Невязка, она из себя что представляет? Расстояние между двумя нодами? Да, да, да. По сути, это разница расстояний между нодами. То есть одна задается измерением, одна задается адометрией. Вычитаем, получаем разницу. Это и есть наша ошибка. Просто она многомерная, потому что у нас ошибка по х, по у, по депто. Ну и потом мы ее возводим в квадрат. Ничего, вопрос есть? А вообще, если вы говорите, что слэм, он предпочтительно сделать карту, правда не всегда можно сделать карту, условно. Ну, типа, если слэм настолько тяжело. Ну, во-первых, все-таки современные слэм алгоритмы бывают очень и очень точные, прям хорошо работают. Во-вторых, действительно не всегда возможно построить карту. Мы с вами обсудили пример с роботом-пылесосом. Естественно, мы не можем в него заранее заложить карту квартиры. Ну или, например, какие-нибудь спасательные роботы очень часто тоже приводят такой пример. Мы их после какой-нибудь катастрофы запускаем, исследовать, искать выживших людей. Они не могут заранее знать, как выглядит среда, им нужно ее картировать в процессе. Ну, опять же, я сгущаю краску, говоря, что слэм-методы неточные. Они действительно бывают очень-очень точные, тоже дают сантиметровую точность при хорошей реализации. Но, конечно, сложнее их и программировать, и отлаживать. И, на самом деле, даже в беспилотных автомобилях, ну вот, компаний, которые используют слэм, очень и очень мало. И это скорее исследовательские компании, команды, а не какие-то уже близкие к коммерциализации больших компаний. Но при этом одним из самых больших ограничений сейчас в области беспилотного транспорта как раз является стоимость и дороговизна, и объемы затрат по времени на построение новых карт. Ну вот, какой-нибудь, не знаю, взять, там, круиз, да, один из самых крутых стартапов в области беспилотных автомобилей. Вот они для внедрения на новые территории, там, тратят 8 месяцев на одной улице, на новой улице, чтобы начать ездить. Они вот в последний раз потратили 8 месяцев. Это связано и с отладкой системы, ну, что они как бы борются за безопасность, пытаются собрать все, там, корнер-кейсы, да, но и с картированием связано, потому что нужно проехать сначала не беспилотником, а каким-нибудь сенсорным модулем, на котором стоят лидары, камеры, проехать много раз, получить как раз все эти данные, их соптимизировать слэм-алгоритмом, построить хорошую карту и так далее. Еще эту карту надо обновлять, потому что одно дело, когда мы едем летом, а другое дело, когда мы едем зимой, у нас все в сугробах. То есть без слэма получается точнее, но зато мы должны вот там в сезоны, раз в сезон менять карту, реально заново проезжать, это все делать. То есть, конечно, все стремятся к тому, чтобы использовать слэм-алгоритмы, никто не хочет там заранее строить карты, но вот все-таки, несмотря на то, что в области слэма там гигантский прогресс за последние 20-30 лет, ну, как бы задача в целом сейчас считается практически решенной, все борются уже над такими сложными случаями, но в продакшене все равно еще далеко не везде используется, ну, потому что все-таки сложнее. Хорошо, если вопросов нет, на следующей неделе в это время мы проведем консультацию по проектам и всему такому. На самом деле там уже подходит сессия, по-хорошему нам на следующей неделе уже защиту проектов проводить. Ладно, я напишу подробно тогда, когда и что, по поводу проектов и сессий, экзамены. А проекта можно на сессии поставить или это? Я узнаю, мне кажется, что можно. Я думаю, что вполне себе можно. Ну, все равно, вам хорошо бы за проекты уже сесть прямо плотно, и за домашние задания тоже. Ну да. Вот, экзамен будет несложный, и знание всех вот этих формул, которые мы рассматриваем, я не буду его требовать, будут требовать только знания базовых идей, которые лежат в основе разных алгоритмов, ну, и способности рассказать про эти алгоритмы хотя бы чуть-чуть. А когда будет программа, ну, к экзамену, вопросы? Скину на этой неделе. Окей. Все, спасибо, до свидания. Все, спасибо, тогда хорошего вечера. Сима, до свидания. Спасибо, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok